Привет из Сибири! Вы на канале Делимся Опытом Взаимно. Сегодня суббота, 20 марта, и как я вам обещала, перехожу в теплицу. Буду вести репортаж прямо из теплицы, то есть делиться опытом из теплицы. Вот даже, друзья, не знаю, что в первую очередь делать. Вот газания, которая стоит уже 2,5 месяца вот в этом ящике. Ее срочно надо пикировать. Вот эти вот томаты тоже срочно надо все пикировать. Господи, ну что еще? Да, Господи, вот эту агератум... Ой, нет, что я говорю-то? Это у меня вербена. Вербена-кварц тоже надо пикировать. А такую малюхонькую срочно надо переваливать. И я не знаю, что же я первое буду делать. Ну, определюсь в теплице. Друзья, пришла в теплицу. И что вы думаете? А в теплице-то, раз мы ее не топили, только сегодня затопим. Там не нагрета. Еще прохладно, прохладно-то ладно. Прохладно-ладно. А вот земля-то такая холодная. Вот сейчас покажу, какая земля у меня. Очень хорошая. Я с осени ее готовила. Перегной, лесная земля, там еще зола. И чуть-чуть суперфосфату подсыпала. Я вам рассказывала, кто со мной на канале. Но, вы знаете, этого недостаточно. Вот я, пока холодно, я, значит, заполнила стаканчики у меня здесь, из-под сметаны. И там дальше я заполняла и со всяких обрезанных бутылок. В общем, много уже она заполняла. Пусть она греется. Но я добавляю еще вермикулит, чтобы она была более воздушная. Знаете, каждый год сажаю. Я не так давно этим занимаюсь. И все время прихожу к выводу, что земля, мало того, что она питательная, она должна быть еще очень такая воздушная, рыхлая, надо сказать, не плотная. Если вы напихаете туда любых удобрений, она не будет от этого у вас хорошая, если земля плотная. Лучше там будет меньше питательных веществ, а она будет рыхлая, и тогда корням там будет хорошо. Они будут получать воздух и влагу лучше, и они, значит, будут себя чувствовать лучше. Раньше у меня бывало и рассада желтела, я думала из-за коробочек, а может быть, это еще была плотная почва. Каждый раз учусь, 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 и вам докладываю. И вам докладываю. Вот так, друзья. Ну вот, прошло время. Пощупала я свою землю. Она нагрелась. И можно мне начинать пикировать этот газанин. Ну вот, зашла и смотрю я на свои фуксии. Я вынесла фуксии, они у меня в летней кухне стояли, там было 12 градусов, 10-12 тепла. И они прямо сразу, листочки у них таки поникли. Температура поменялась. Здесь сейчас в теплице очень тепло, даже жарко. Больше, чем 27, что ли, градусов тепла. Я вон там открыла фрамугу одну, но этого мало. Мало. Не знаю. Боюсь сквозняка, а то бы с той стороны надо бы открыть. Ну ладно. Наверное, пока не буду. Пусть они попривыкнут немножко. Ну вот сейчас я эту газаню. Я предварительно с утра ее полила. Сейчас я ее сюда вот перевалю немножко. И будем разбирать ее. Какие там корни. Я боюсь, что они все посплелись. Сейчас посмотрим. Вот такие у нее корни. Огромные. Все, конечно. Земля здесь рыхла. Я думаю, что будет разбираться нормально. Вот сейчас я даже попробую с краешку. Надо осторожно, конечно, чтобы не поломать. Газанья такая. Вот. Видите, какие у нее корни. Вот так положу. Видно, нет ли? Навряд ли, наверное, здесь что-то видно, но такие вот большие корни. Но я что хочу сказать. Разбираются они хорошо. Сейчас попробуем ее пикировать. Ну, вот так, друзья. Так. Не видно мне, вам видно или нет. Ну, начинаю пикировать. Вот корни очень хорошие. Разбираются хорошо. Сейчас я вам покажу. Вот. Если видно так вот на моей руке. Вон какие корни. И вот у меня вот такая стопочка керамическая. Я прям в стаканчик вот так ее заглубила. Сделала глубокую ямку. Конечно, эту стопочку взяла для того, чтобы переваливать петуни там с маленьких стопочек, с маленьких стаканчиков в больший объем. Но вижу, что газанию мне не придется просто фломастером или там какой-то вот от лопатки. Как бы черенком вот этим я раньше проделывала дырку. Ну, углубление делала дырку. И поэтому... Ну-ка, сейчас попробую еще этой. Ну, думаю, что такие корни, что мне надо большое там углубление. А вообще-то и так можно. Вот этой можно работать прекрасно. Так вот. Если вам видно. Вот. Прямо хорошо разбирается. Слава Богу. Вот еще вам покажу. Смотрите, какой корень длинный. Это же что-то с чем-то. И вот так вот я его, чтобы не оборвать, я его туда помещаю и заглубляю. И надо не под сам корень, вот так пальчиками, не корень давить, не стебель, а вот так, возле стебля, чтобы корень не повредить... Ой, стебель, чтобы не повредить. Мы можем его повредить, сами того не ведая, а потом он у нас сидит-сидит и начнет погибать. Вот. Поэтому правильно обжимаем. Еще раз покажу. Сейчас я вам правильно обжимаем. Так вот делаю углубление. Земля у меня не увлажнена, но она и не сухая, нормальная. Поэтому я поливаю после того, как его распикирую, это растение, газанию. Вот так вот возле прямо корешка. Не на стебель давить, а на земельку. Вот еще один. И, наверное, отключусь и буду уже самостоятельно, не показывая вам, пикировать. Так, вот здесь маленечко, поменьше корешочек. Так, вот сюда сгребла. И вот так, возле него, пальчиками, не могу я в перчатках работать. Я вот уже поставила вот здесь у меня ведро с водой. И я потом руки помою. И так вот налью. Ну вот сейчас я, конечно, посмотрю камеру, видно ли вам. Если не видно, я уже один раз посмотрела, ничего не видно. Удалила. И по новой начала съемку. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Ну вот, я распикировала свою газанию. У меня получилось еще три ящичка. Газаний не очень много. Но вся она очень красивая. Я выписала специально газанию красное кольцо и клубничный торт. Это газания, она и даже самые дорогие семена. Но дело в том, что я сама ее сажаю не один год и вижу разницу. Они хоть и дороже семена, но они и красивее. И с одного кустика получается такой пышный букет с одного растения. Я вам обязательно, наверное, в комментариях вставлю под видео, под роликом. Там тоже такой коротенький ролик именно вот про эту газанию. Как она у меня росла. Чудесно! Это клубничный торт и красное... Да, клубничный торт и красное кольцо. Теперь хочу вам показать землю. Вот газанию, вот я отсюда ее брала, пикировала. Кто со мной на канале, тот видел. А кто зашел случайно, то можете посмотреть, как я сеяла, в какой грунт сеяла я бегонию. Пфу! Да что ты будешь делать? Все перепутаю. Газанию. Понимаете, здесь присутствовал мох, который я уже рассказывала, собирала сама, сушила, протирала и добавляла. Так хорошо, сами видели, разбираются корни. Земля... Вот она два с половиной месяца газания росла в этой земле, и она даже не покрылась корочкой. Я обязательно летом наберу очень много мха, высушу за лето, чтобы не дома это заниматься, то я ведь дома его сушила на батарее, перетирала. В общем, кошмар. А теперь сделаю я это летом. И такая вот земля чудесная получается. Еще хочу показать вот такую бутылочку. Я, конечно, люблю пользоваться ей, когда только пикируешь рассаду. Вот видите, она вот так вот льется самотеком, и ничего не размывается. Ну, в общем, хорошо. Спринцовкой хорошо пользоваться. И вот такой бутылочке. Вот эту штучку я выписывала с Алиэкспресс. Но потом вот саму головку я потеряла. Куда она у меня делась, не знаю. И Витя мой придумал вот так из пробочки наделать отверстие. И вот так вот я теперь ей пользуюсь. Ну что ж, занесла я сюда свои растения. Ой, и им уже теперь, мне то холодно, то теперь им жарко здесь. Я уже открыла и вторую фрамугу. Как бы сквозняка им не было. Но, между прочим, на градуснике здесь вот уже 30 градусов. Ой, где же вот мой градусник по крем показать-то вам? Ага. Наверное, наверное, ничего я вам не покажу. Вон там, наверное, что ли. Да, в общем, поверьте на слово. 30 градусов. Вот вы представляете, я вот так вот притянила, такую же старую шторку повешала, чтобы мне хотя бы в глаза не слепило, когда я буду работать за этим столиком. Вот моя такая рабочая зона, небольшая. Штативчик здесь. И я вот здесь работаю. Сейчас, когда я вам показала немножечко, села удобно, я моментом все распикировала. Ну что ж, до следующей пикировки, я думаю, что я буду следующее, это переваливать питунью. Ну и обязательно вам покажу. А на этой ноте я с вами попрощаюсь. До свидания. Оставайтесь со мной на канале. И вместе будем с вами выращивать цветы. Это ведь так увлекательно и интересно. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok